Русские новости 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 Но они не действовали, как вот эти полоумные исламские террористы. Уничтожение было конкретных чиновников за конкретные дела. Нет, русский терроризм пока не возник, но он может возникнуть. Он может возникнуть, как возникли так называемые приморские партизаны, но это были люди, которые скорее имитировали какую-то деятельность боевиков и как-то очень их поведение напоминало поведение чеченцев. Я помню, что был репортаж, который они выложили, где-то там передали, и в сети распространялась вот эта видеозапись, где они там о себе рассказывали и в таких превосходных тонах о себе судили, как будто они выходцы с Кавказа, а вовсе не из русской глубинки. И вот нас, русских людей, обвиняют в терроризме, который нами даже еще и не замышляется. Хотя, я думаю, может быть и зреет действительно где-то. Ну, такова уж русская душа. Не принимает она душегубства вот такого безадресного. Душегубство вообще это дело дурное. Если говорить о русском характере, то он никогда не был направлен на бессмысленное, беспощадное убийство. Бунт бессмысленный и беспощадный – это помутнение. И от этого помутнения, конечно, надо держаться в стороне и всячески стараться стремиться к тому, чтобы все-таки все обошлось без бунта. Ну, некоторые называют революцию бунтом. Вот революция должна произойти в мозгах. И тогда отторжение оккупационного режима приведет к его быстрому краху. А вот бунт приведет к убийству ни в чем не повинных людей, к совершенно неконтролируемому переходу, непонятно в какое состояние, может быть, к новому большевизму. Вот этого русским людям совершенно не нужно, поэтому терроризм – это не тот путь, который можно было бы приветствовать. Тем не менее, нас называют террористами и ожидают от нас каких-то, может быть, провоцируют нас на то, чтобы мы совершали какие-то неадекватные действия. На это указывают политические репрессии, полностью беззаконные, все они беззаконные, там нет никакого закона. Там есть только воля правящего режима, которая не способна даже соотноситься с законом, как-то объяснять свои действия на основании закона. Вот вчера мне довелось побывать на суде, это была апелляция по выбору меры пресечения Юрия Якишева, которого обвиняют, как выяснилось, за какой-то видеоролик 2009 года, размещенный бог знает где. То есть, уже прошло 7 лет, а вот эти ФСБшники, я считаю, что это теперь уже можно совершенно четко говорить, что эта структура состоит из изменников и подонков. Мы видели вот этот репортаж, который они цинично еще сами снимали. И кто-то там видел это, как выпускники Академии ФСБ, или как там она у них называется, устроили там на дорогущих машинах гонки по Москве. То есть, это люди, вот как я говорил, одни играют в партизан, при этом очень похожи по своему поведению на чеченских террористов, а другие играют в чеченских бандитов, там выпускников, наверное, каких-нибудь чеченских закрытых школ боевиков. Вот они также цинично, вот удивительно, что они не доехали до могилы неизвестного солдата и не проехали там мимо с улилюканьем и стрельбой. Вот я думаю, что уже полностью разложилась эта система. И вот они собирают досье на каждого из нас, что бы мы там ни сказали, обмолвились словом, где-то сгоряча что-то написали, где-то что-то брякнули, какое-то видео разместили, репост сделали, там смайлик поставили. Вот это все они заносят в какие-то свои базы данных для того, чтобы в определенный момент формальную какую-нибудь причину придумать, чтобы человека задержать, запрессовать, посадить за решетку. Вот так и получилось с Юрием Якишевым. Какой-то ролик, содержание которого никто не помнит, там число просмотров было меньше сотни, то есть ролик не был массово распространен, но они как-то его зафиксировали, запротоколировали и провели экспертизу. Опять полоумные эти эксперты, бессовестный, бесстыдный Московский информационный центр, структура Минюста. Вот еще раз обращаю внимание, что такое Минюст и чем он занимается. Он занимается тем же самым. Обслуживает интересы преступной группировки под названием ФСБ, вот этих чекистов. И там набирают каких-то молодых девиц, которые пишут экспертизы, пишут о том, что возбуждается рознь к евреям в скобочках иудеям, или наоборот иудеям в скобочках и евреям. Они не понимают, что таких не существует. Но исходя из их экспертизы, совершенно безумной, беспощадной и глупой до невозможности, предпринимаются действия правоохранительными структурами. Не просто задерживается Юрий Екишев, а у него дома устраивается обыск. Громят там все, изымают все его записи, все компьютеры, флешки, накопители и так далее. Все то, что составляет его жизнь как писателя. Он писатель и его писательская деятельность полностью пресечена. В каком бы виде она ни осуществлялась. То есть ему остается только в своих мыслях обдумывать какие-то соображения, сюжеты, какие-то умозаключения и так далее. Но писатель без листа бумаги, а сегодня без компьютера, конечно, не может творить. Это, конечно, посягательство на свободу творческой деятельности. Предпринято якобы для того, чтобы пресечь преступную деятельность Юрия Екишева. Какая преступная деятельность? Что-то там, какой-то видеоролик про иудеев. Не читал еще эту экспертизу. Надеюсь, что прочту и тогда напишу свой отзыв на все это безобразие. Но сейчас отзыв о том, что творится в суде. Московский городской суд. Такая дама вся из себя исхудалая и не обремененная вниманием, видимо, ни коллег, ни мужчин, а думающий только о карьере. Абсолютно равнодушная ко всему. Предъявляет сторона защиты очевидные моменты, связанные с незаконностью выбора меры пресечения ареста. Заключение под стражу. Человек сидит в тюрьме за решеткой. Первый момент связан с тем, что в обосновании, пишут у Юрия Анатольевича Екишева, нет постоянного места жительства в Москве. Оно есть. Это доказывается, показывается. Сам обыск проводился по месту постоянного жительства. Иначе он и не мог бы проводиться, потому что это было бы чужое жилье. Тогда был бы обыск не жилища Юрия Екишева, а чужого жилища. То есть, деяние незаконное. В протоколах там все это написано, что постоянно проживает по такому-то адресу. И все равно ему в обосновании пишут, что он задержан, потому что, ну вот якобы, если его не задержать, он сейчас сядет на поезд и уедет к своему постоянному месту жительства. И ищи свящий. Ну, а хоть бы и так. Он что, взорвал что-то, кого-то там убил, что-то украл. Ничего подобного. Семь лет назад какой-то видеоролик. Из-за этого вот сажают в тюрьму. Второй момент. Юрий Екишев болен сахарным диабетом. Предоставляется справка о исследовании крови, повышенное содержание сахара. Не просто повышенное, а повышенное до степени болезни. То есть, очевидно, человек болен. А ему говорят, вы знаете, тут справки не хватает. Вот тут справка должна быть с диагнозом. Если у вас нет диагноза, тогда вы будете сидеть за решеткой. Может быть, наоборот, если диагноз не подтвердит наличие болезни, тогда можно сажать за решетку. А пока есть основания считать, что человек болен, что он не может содержаться вот в тех условиях, которые предоставляют места лишения свободы. Может быть, тогда вот в эту сторону, то есть подумать о человеке, еще его вина не доказана. Есть только основания, какие-то основания, как мы видим, совершенно липовые основания предполагать, что он какое-то правонарушение совершил. Насколько оно опасно? Если в течение семи лет не предъявлялось никакого обвинения, вот это третий аспект. Семь лет они молчали, и вдруг как выскочат, как выпрыгнут, и их хватит, потащили в тюрьму. Это что? Это правомерное поведение? Каковы основания для ареста? Никаких оснований. И судья спокойно выносит решение об отказе. Причем видно, что эта дамочка, проинструктированная своим начальством, она, в общем-то, абсолютно равнодушна ко всему, и даже, может быть, слегка сочувствует задержанному, но как-то исправлять эту систему и действовать по закону она не может. Не может. Полный абсурд, в котором мы находимся, абсурд во всех структурах. Это изменническая ФСБ, это абсолютно бесстыдная прокуратура, там прокурор сидел, молол какую-то чепуху. Абсолютно бессовестный суд, кто бы там ни сидел. То есть это вот дама приятная во всех отношениях. Но то, что касается исполнения обязанностей, все это оказывается для нее невозможно, неинтересно, скучно. Вообще это чужое дело, какая-то апелляция. Пусть там Дорогомиловский суд, который ведет это дело, он этим и занимается. А пока Юрий Екишев сидит в тюрьме, якобы ведется какое-то следствие. Разумеется, никакого следствия нет и быть не может. Все эти фальшивки, которые они изготовили для того, чтобы посадить человека за решетку, основаны не на законе, не на здравом смысле, не на просто каком-то человеческом совестливом поведении. И это, конечно, ужасно. А теперь вернемся к вопросу о террористической деятельности, которую относят к нам, русским людям, хотя ни одного террористического акта, совершенного русскими, мы не знаем. Ну, может быть, кроме этих действий по нападению на беззащитных дворников, какого-то там неизвестного происхождения азиатов, что ли, не знаю. Но это не террористические акты, которые мы видим, захватывают десятки, может быть, сотни невинных людей. Есть террористическая деятельность, например, правительства Порошенко в Донбассе. Массовые убийства людей с применением тяжелого вооружения. И тишина, полная тишина, Европа совершенно спокойна, весь мир спокоен. Здесь, когда террорист таранит сотни людей на тяжелом грозовике, все международные акции, которые проходят, начинают с минуты молчания. Когда систематически расстреливают Донбасс, убивают сотни людей, обстреливают жилые кварталы, никто не поднимается, не почтит памяти тех вот людей, которых убивают так называемые укры. Это уже не люди, это не украинцы, это не великороссы, это просто не люди. Просто не люди. И этот режим, конечно, просто живодерский. Ну, такой же живодерский, как и режим Путина, только режим Путина убивает пока тихо. Я думаю, что скоро начнет и в открытую убивать. А там убийства на территории, как они считают, территории Украины, они обстреливают ее из тяжелых вооружений и в массовом количестве убивают людей. Никто об этом не говорит. И даже, о ужас, госсекретарь США говорит, что на переговорах с Москвой они достигли больших результатов, впечатляющих успехов. То есть это говорит о том, что сдача Донбасса, Крыма, я думаю, это тоже произойдет. Все это просто основы политики Владимира Путина. Он все сдает. Он демонстрирует свою жесткость только для того, чтобы люди с некрепким интеллектом начинали его поддерживать и говорили, что Путин, конечно, во всем негодяй, но Крым-то он вернул. Какой вернул Крым? Он ничего не вернул. Ничего. Он отнял у нас Россию. У нас еще были шансы при Ельцине отнять ее обратно. Уже все созрело. Ненависть к этому режиму. Но придумали теракты. На основе этих терактов началась Вторая Чеченская война. Какой крутой у нас Путин. Путин стал президентом. И что дальше? А дальше продолжился ельцинизм. Самый гнусный, который только можно себе представить. То есть уже оформление его, окостеневание всей этой репрессивной системы против тех, кто готов был бы вернуть собственность и свободу народу. Все это теперь обличено в такой обычай, который мы видим перед собой на примере процесса против Юрия Екишева. Собственно еще и не процесса, а просто истязание человека совершенно без всяких законных оснований. Давайте вспомним, что Владимир Путин пришел к власти после масштабных терактов, после взрывов домов в Москве, в Волгодонске. И якобы это все было организовано чеченскими террористами. Может быть, может быть. Но спецслужбы в какой-то момент просто отвернулись от подготовки теракта. И там странная была история с сахарным песком, который почему-то вместо селитры появился в мешках. В общем, всякая глупость. Я думаю, что есть все основания предполагать, что ФСБ организовало взрывы домов и массовую гибель людей, для того, чтобы Путин стал президентом. Для того, чтобы обосновать начало Второй Чеченской войны и массовые смертоубийства, в том числе русских людей, проживающих в Грозном, которых бомбили, отчаянно бомбили, не пытаясь оказать никакой помощи и какими-то иными средствами. Ну, хотя бы пресечь финансирование, блокировать Чечню, организовать какие-то коридоры. Все это не интересовало. Интересовало массовое кровопролитие, имитация такой крутости, готовности проливать кровь. Якобы бандитов на самом деле готовность проливать кровь своих сограждан. Бандитам тоже досталось, но, как вы видите, бандиты в Чечне теперь правят. Может быть, они как-то там сговорились, им же тоже было наплевать на кровь своих. Единоплеменников. Вот они сговорились. Путину наплевать было на кровь русских людей, а Кадырову было наплевать на кровь чеченцев. Вот они сговорились и провели все это безобразие. И популярность Путина после этого возросла резко, потому что, ну, наконец-то бандитов начали уничтожать. Все надеялись, что сейчас он и олигархов прижмет. Ну, действительно, Ходорковский, Гусинский сбежал, Березовский сбежал, Ходорковский попал в тюрьму на 10 лет. Но оказалось, что остальные-то олигархи укрепились, умножились в числе, и режим стал более жестоким, чем при Ельцине. И никаких шансов уже без каких-то существенных масштабных потрясений, без экономической катастрофы уже невозможно. Никаких выборов нет, разумеется. Так вот, теракты в Ницце, может быть, это то же самое. Олэнд абсолютно непопулярный президент, а теперь он крутой, он теперь будет проводить массовые акции, там кругом будут стоять полицаи. Наверное, национальный фронт, который является ему конкурентом, там во Франции Липенду начнут прижимать. Это же националисты, да? Вот националисты все взрывают. Националисты, террористы, экстремисты. Это же одно и то же. Такова риторика Кремля. Сейчас почему русских людей репрессируют? Потому что они все террористы. 282-я статья, это статья о русских людях написанная, поэтому ее против русских и применяют. Прежде всего, против русских националистов. Националисты, экстремисты, террористы. Вот какой-нибудь там правый сектор на Украине, это якобы националисты. Там ничего вообще национального нет. Ну, абсолютно ничего. Просто бандиты. То есть, это осуществление бандитизма, терроризма с русским национальным мировоззрением. Вот что делается в России. Я думаю, что во Франции делается примерно то же самое. И теракт, это такая теперь форма пиара. Форма пиара действующего правительства. И так, чтобы все сочувствовали, и так, чтобы все несли цветы, игрушки и так далее. Откуда появляются сами террористы? Я думаю, терроризм это просто средство вот этих людей, которые предали национальные интересы, дают возможность править, обогащаться корпорациям, сворачивают социальное государство, продолжать находиться у власти. А террористов откуда они рекрутируют? Ну, это отчаянные люди, отчаявшиеся люди, у которых психика полностью снесена. Видимо, их где-то готовят, потому что взять и взорвать невинных людей, или там раздавить автомобилем, женщин, детей, отдыхающих, это, конечно, какое-то особенно жестокое варварство. Откуда оно не может просто быть в человеке от рождения? Оно воспитывается. Для того, чтобы психика была надломленной, нужно, чтобы что-то произошло с человеком. Скорее всего, это то, что происходит во время войны. А войны, которые создали миллионные потоки беженцев и вот этих людей со сломленной психикой, это те войны, которые организовывались в том числе при содействии господина Саркази, господина Оланда, уничтоженная Ливия, где там сотни тысяч жертв, где разрушена экономика, которая стала еще и перевалочной базой, куда бегут беженцы со всего Африканского континента и переправляются во Францию. Конечно, среди этих людей много тех, у кого снесло мозги, которые находятся в состоянии нестабильной психики, их рекрутируют, готовят и они осуществляют террористические акты. То же самое было и в Российской Федерации. Но стоило только чуть-чуть ослабить внимание спецслужб, конечно, все взорвется и у нас. Ну, если Путину понадобятся массовые жертвы, например, в Москве или Санкт-Петербурге, или в каком-либо другом городе, они будут, они будут, потому что людей со сломленной психикой достаточно много. И просто надо перестать их замечать. Как только перестанут их замечать, все произойдет. Откуда у этих людей оружие, откуда у них деньги на проведение подготовительных мероприятий. И это не один человек террорист, целая группа должна готовить его, как-то спланировать все это. Мы же видим те взрывы, которые были в Москве, это дело совершенно не спонтанное было. Это была системная подготовка. Во Франции тоже это не один какой-то взрыв, а цикл. С Турцией тоже то, что происходит. Там террористический акт тоже это планирование, это создание условий для проведения теракта. И, думаю, определенное планирование информационных мероприятий. Не случайно одни события, одни террористические акты просто замалчиваются, как это происходило в отношении Одессы или в отношении Донбасса. А другие, наоборот, раскручиваются на полную катушку. Еще ничего не известно, но уже все скорбят, все комментируют, все критикуют, все объявляют о необходимости сплочения в борьбе с терроризмом. Мы должны это воспринимать так. Если Путин с кем-то сплачивается в борьбе с терроризмом, это значит против русских. Другого нет. Нет просто никакой другой деятельности, никакой борьбы с терроризмом. Мы видим борьбу с русским национальным движением. Аресты русских людей, беззаконные задержания, беззаконные отказы в праве проводить свои уличные мероприятия. То, что преступник, генеральный прокурор Чайка объявил о том, что теперь нельзя выступать за бойкот выборов. Это тоже их методы, это их террористические методы. Потому что они хотят уничтожить, не какую-то группу людей, они хотят уничтожить полностью русский народ. Убить русское самосознание и потом русский род должен прерваться. Это их цель, это цель их деятельности, глобальная цель. Ее очень трудно достигнуть, они стремятся к тому, чтобы медленно, но верно высасывать из русского народа жизнь. Вот они на самом деле являются террористами. И все террористические акты, которые мы видим, может быть не все, но подавляющая часть, это часть сценария, а не просто какие-то спонтанные вспышки ненависти. Но не бывает в человеке, нет такой ненависти, направленной по отношению к абстрактным людям, с которыми он не был никогда даже знаком. Нельзя молиться за царя Ирода, Богородицы не велит. Когда я слышу, когда провозглашаются многие лета Владимиру Путину, Самвона, вот этими людьми в расцвеченных балахонах, я уже не знаю, как теперь эту одежду называть, и как называть те здания, которые раньше назывались православными храмами. Когда ты слышишь многие лета Владимиру Путину, ты понимаешь, что эти люди не с Богородицей, не с Христом, они с Антихристом. Это люди, которые, прикрываясь именем Христа, действуют на стороне Антихриста. И точно так же действуют спецслужбы. Они фактически заключают альянс с террористами. Они их используют для достижения своих целей, диктуемых некой закулисной политической группировкой, которой ни народное представительство Государственной Думы, ни все структуры государства не имеют никакого отношения. Это просто фасад, на который мы смотрим и все еще думаем, что это государство. На самом деле нет. На самом деле это спектакль для дураков. А за кулисами этого спектакля обделывают свои делишки люди, которые хотят править всем миром. И метод их правления – это финансы. И у них в мозгах только финансы. Больше ничего в этих мозгах нет. Больше никаких мыслей у них не осталось. Они все монетизировали, монетизировали свою совесть, продав ее. И расплатились с вот этим Мефистофелем всем своим человеческим существом. Это уже не люди. И теракты – это средство осуществления их планов. Гибельных для них самих, но им на это наплевать, на свою человеческую сущность. Им наплевать, они уже забыли о ней. Поэтому они просто соучастники всего этого, соучастники преступлений. В очередной раз хотел бы процитировать Ивана Ильина, который пишет о своем времени, но оно настолько похоже на наше. 20-й век продолжается. Все его безобразия и страдания, которые приносятся людям, массовые страдания, никаких не было в истории. Это так кажется, что мы в условиях цивилизации живем, гуманизма, свобод каких-то. Это все ложь. Массовая гибель людей не было такого в истории. Были ужасные, страшные резни, погромы и так далее. Все, что угодно найти можно в истории. Но столь грязные и подлые власти, которые существуют сейчас, не только в России, но и в других государствах, не было в человеческой истории и столь массовой гибели, таких чудовищных войн, таких чудовищных издевательств, пыток и так далее. Не было. 20-й век принес только вот это все, якобы со свободами, якобы с демократией. Вот что пишет Иван Ильин. Статья называется «Чутье зла». Не будем ее всю цитировать, но посмотрим, что он сказал в 50-е годы. В этом наша беда и наша опасность. Мы живем в эпоху воинствующего зла. А верного чутья для распознания и определения его не имеем. Отсюда бесчисленные ошибки и блуждания. Мы как будто смотрим и не видим. Видим и не верим глазам. Боимся поверить. А поверив, еще и стараемся уговорить себя, что может быть все это не так и не к месту и не вовремя сентиментально ссылаемся на евангельское «не судите» и забываем апостольское. Измите благо от вас самих. Делаем ошибку, стыдимся и сказать «я ошибся, поэтому держимся за нее», длим ее, увязаем возле и множим соблазны. Но не верим мы в то, что Кремль организует террористические акты. Не верим. Не можем поверить в то зло, которым является нынешнее правительство Путина. Воинствующее зло отлично знает нашу подслеповатость и беспомощность. И развивает искуснейшую технику маскировки. Но иногда ему не нужно никакой особой техники. Просто назовется иначе и заговорит, как волк в детской сказке, тоненьким голосочком «Ваша мать пришла, молочка принесла, а мы как будто только этого и ждали, доверчивые козляточки. Сейчас двери настишь и на все готово». Это так вот с Крымом произошло. «Ваша мать пришла, вам Крым принесла». Сейчас, так они и принесли вам Крым. Нам необходима зоркость к человеческой фальше, восприимчивость к чужой неискренности, слух для лжи, чутье зла, совестная впечатлительность. Без этого мы будем обмануты, как глупые птицы, переловлены, как кролики и передавлены, как мухи на стекле. Примерно так с нами и обращаются. И пока мы не имеем вот этого чутья зла, пока мы не подозреваем негодяев в самых негодяйских планах, а почему-то думаем, что в них что-то такое разумное и человеческое есть, мы будем вот этими мухами на стекле, которых давят одну за другой. То же, что происходит у нас и с выборами. Нам опять начинают рассказывать, какие они хорошие, все эти партии, партии просто отчаянных подлецов. Ну все, которые есть, и все, ну нет ни одной, которая как-то иначе ориентирована, просто есть разные масштабы подлости. Чем больше партии, больше масштаб. И чем больше процент на выборах, тем больше лояльности к ныне действующей группировке, находящейся у власти, тем больше лояльности козлу. Это такой одновременный тест и показатель. Такой градус негодяйства. Это процент на фальшивых выборах. Ведь эти проценты раздают не когда кто-то голосует или отказывается от голосования. Их раздают в процент пропорционально лояльности к злу. И мы, превращаясь в мух на стекле, считаем, что снова у нас спрашивают о том, как нам обустроить жизнь, кому доверить это обустройство. И мы опять доверяем негодяям. И вот Иван Ильин, несколько ниже. За словами должны стоять общеизвестные дела. И судить надо не по речам, а по делам. Человек говорит, о, я там сейчас вам буду бороться за вот это, вот это и вот это. И сделал я много вот это, вот это и вот это. Но это только слова. Вы что знаете об этом человеке, за которого собрались голосовать? О партиях-то вы уж должны были бы знать. Ну, хорошо, вы партии вам мутят голову, вы считаете, что вы должны выбирать из партии? Не должны, кто вас обязывает выбирать из партии, которые негодяйские все как одна. Но теперь вы идете и пытаетесь выбирать из людей, поскольку вернули снова выборы по одномандатным округам. И вы будете голосовать не только за партии, но и за конкретных людей, которые тоже выдвигаются теми же самыми партиями и поддерживаются ими. Или Кремлем, как тот один из наших соратников поприсутствовал на предвыборном собрании одного якобы детского врача-хирурга. Ужас какой, к такому хирургу, конечно, ходить нельзя. Фамилия у Морозов в Москве баллотируется. Ну, этот Морозов прямо так и сказал, что его депутатом уже назначил Путин. То есть, все, ребята, зачем вы на выбор-то пойдете? Его назначили уже. Он лично встречался с Путиным, и Путин сказал ему, что тебе надо быть депутатом. И идет этот детский врач, не дай бог ему под нож своего ребенка положить, в депутаты. Ну, это же отчаянный негодяй. Он же совершенно искренне считает, что депутатов назначает у нас человек, называющий себя президентом. Вот и все. А мы готовы вот этим его словам о том, что он замечательный хирург, что он замечательный специалист, и что он что-то там будет делать в Думе. Да не дай бог, если он что-то будет там делать. Поэтому, не он так кто-то другой, не надо тогда ходить, голосовать, если все они таковы. Ну, по крайней мере, уж этот человек, точно сказавший, что его назначил Путин, не должен пользоваться никакой поддержкой. Раз и навсегда. Все. Если он хоть раз подобным образом обмолвился, он в наших глазах должен быть навсегда лишен права когда-либо быть народным представителем. Желательно, конечно, чтобы он не лечил наших детей, потому что аморальные типы, они аморальны во всем, в том числе и в своей профессии. Так вот, человек должен иметь нравственное право на те слова, которые он произносит. А нравственное право возникает только из его биографии, из его дел. Священные слова не могут прикрывать грязных дел, а это делается постоянно. У нас праздник 9 мая, это как раз средство прикрыть словами грязные дела, что делает Путин и вся его кодла. Великие лозунги не звучат из уст предателя. Надо быть духовно слепым и глухим, чтобы верить в искренность наемного агента. Наше поколение богато отвратительным опытом лжи и лицемерия. Мы обязаны иметь чутье зла и не имеем права поддаваться на соблазны. И газетные статьи не должны вводить нас в заблуждение. На статьи, как и на слова, и на речи, человек должен иметь жизненное право, право, приобретенное делами жизни, его мужеством, его искренностью, его жертвенностью, и цельностью своего характера. Современный мир богат уже не раз переодевшимися писательскими наймитами, писателями чего изволите, писателями лицемерами и предателями. Надо учиться распознавать их. Мы должны учиться за словами, видеть негодяев, которые используют свои предвыборные программы и избирательный процесс для того, чтобы снова нам налгать, нас обмануть. Мы не должны обманываться. Если хоть чуть-чуть у нас осталось вот это чувство зла, мы должны этим чувством отвергнуть, отвергнуть всех этих кандидатов, которые все сплошь выдвигаются ныне действующей властью. А те наивные люди, патриоты, которые пытаются в этом участвовать, они незаметно становятся соучастниками массового преступления. Поэтому лучше все-таки, как в Абхазии произошло, если придет на избирательные участки один процент каких-то сумасшедших людей, бросит они бюллетени, проголосует за Единую Россию, Единая Россия получит 99% в Государственной Думе и начнет править в соответствии с законом. Это возможно. Закон, таков закон. Они считают, что вот таков закон. Этот закон противоречит даже той конституции, которую они считают действующей. Тем не менее, если такой расклад возникнет, это и будет та самая национальная революция, когда люди проявят свое неприятие зла. Ельин также призывает не верить хвалителям и льстецам, которые чаще всего прославляют народ, говорят, какой у нас замечательный народ, какая у нас замечательная страна, всякие там форумы проводятся, там Селигерские, какие-то там еще, Валдайские, и вот теперь еще какой-то форум Таврида, где проводятся мастер-классы по игре на губах, там имитирующие музыкальные инструменты, не смогу показать, но уж больно мерзко это выглядит. Вот что такое нынешнее прославление страны. Прославление за прошлые славные дела, там даже портрет Николая Второго будут таскать теперь на выборах единороссы, они же прокурор Крыма включили, там, по-моему, четвертый в свой список, и вот теперь изгадят уже и это место, вот куда бы они ни приходили, они все изгадят, поэтому для того, чтобы сохранить хоть какое-то святое место, не надо быть с ними заодно, надо говорить, что бы вы в руки не взяли, вы все равно лжецы, предатели, негодяи, воры, мы с вами не имеем ничего общего, но они будут продолжать гадить, а нам придется еще очищать очень многое из наших национальных символов, когда наступит русская власть, от вот этой лжи и фальши, которой они заляпали буквально все. Лесть есть такая разновидность взятки, которая наказуемая, которую люди не стыдятся брать, и дал, и не дал, и взял, и не взял, подкуп состоялся, а доказать его нельзя, между тем льстец всегда есть, в то же время и клеветник, кто не дает подкупить себя лестью, тот будет им оклеветан. Это как раз то, что происходит сейчас с русскими людьми, вот кто не поддается путинской пропаганде, у кого есть это чувство зла, тот будет оклеветан, оклеветан Юрий Екишев, оклеветан Кирилл Барабаш, оклеветан и многие другие русские националисты, находящиеся в тюрьмах и подвергающиеся издевательствам путинского режима. Нам надо помнить, современное человечество кишит нравственно и политически скомпрометированными людьми, которым необходимо скрыть или диссимулировать свое прошлое. Ложь, лесть и клевета – их главное – жизненное оружие. «Что же нам делать?» – пишет Ильин. «Первое. Отходить от зла и творить благо. Не замешиваться в ту праздную вредную сумятицу партийной интриги и клеветы, которой столь много отдают свои силы. Искать реальной борьбы, а не имитаторской карьеры, которая всегда была и всегда будет пустозвонством. Второе. Смыкать наши ряды упорно, неустанно искать людей, заслуживающих абсолютного доверия, людей совершенных дел, людей неколебимого стояния, людей никогда и никуда не продававшихся и ни на что грязное не нанимавшихся. Таких людей, что если ловкий клеветник представит нам несуразные доказательства их мнимой нечестности, то мы отвернемся от клеветника с омерзением. Надо находить людей абсолютного доверия и связываться с ними напрочно. Таких людей, к сожалению, очень мало. Мы ищем их, постоянно их ищем, постоянно ищем, часто разочаровываемся, но все-таки такие люди есть и мы ждем их в наших рядах, в русском движении, в русском национальном фронте, в партии Великой России. Мы ждем вас, те, кто не отступил, не предал, не украл, не убил и не оскорбил ничего русского. Третье. Постоянно крепить себе чутье. Чьё к добру и к злу. Беречь свое чувство чести, не снижать его требований, твердо верить, что бесчестие есть мое поражение и переход в лагерь дьявола. И всего нового человека мерить про себя требованием полной чести и честности. Всегда проверять свои впечатления и свой внутренний суд в общении с людьми абсолютного доверия. От бесчестных решительно отходить, сомнительным не доверяться. Ни те, ни другие не годятся для борьбы, продадут и предадут. У нас национал-предатели и национал-торгаши, это дело обычное, и они считают себя лидерами национального движения. Фамилии не буду называть, они хорошо известны. Четвертое. Учиться безошибочно отличать искреннего человека от неискреннего. Крепить в себе чувство фальши и слух для лжи. Бережно копить в себе соответственный жизненный опыт и делиться им с людьми абсолютного доверия. И всегда во всех своих общественных ошибках отдавать себе ясный и честный ответ. Вот это то, что нужно русским людям, то, что нужно русскому движению. Читайте Ивана Ильина, вступайте в русские национальные организации, сопротивляйтесь оккупационному режиму теми методами, которые будут наиболее эффективными, а не теми, которые наиболее звонкие и тешат ваше честолюбие. Это как раз и есть то, что называет Иван Ильин пустозвонством. Или вот такие террористические акты, которые используются спецслужбами для того, чтобы продвигать свою политику. Не поддавайтесь на это. Мы не террористы, мы не бандиты, мы не преступники, не уголовники, и такими быть не можем и должны всячески противостоять склонению русского движения в эту сторону, его криминализации или объединению с бандитами или копированию того, что происходило на Украине. Все это мерзость для русского человека и должна быть отвергнута как мерзкие должны быть все методы ныне действующего отвратительного русофобского режима. Ему мы должны противостоять, а не придумывать для себя приключений, путешествия по тюремным камерам, превращения в уголовников, превращения в бандитов. Мы, русские, должны отвергнуть зло прежде всего в своей душе. И тогда этот режим пойдет, чего мы должны пожелать всем другим нациям, всем другим государствам, с которыми вместе мы готовы объединиться для борьбы с олигархией и тиранией, которые являются для нас совершенно неприемлемыми средствами управления, которые ведут к гибели нашего и других народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова